Добро пожаловать в Платиновую Лигу, с вами Вайми, и против меня сегодня, очевидно, интернет. Окей. Ну, в общем, против меня Зерк. Я ТОС, Зерк из Платины, уровень понятия не имею. И я решил в этот раз немножко по-другому сыграть, потому что я в последнее время играю против Зергов, пытаясь отэкспиться через Фордж, и получается это не очень хорошо. Но я сейчас посмотрел, по сути, как играет Нанива, такой профессиональный игрок. Ну, точнее, я посмотрел видео Day9, в котором он разбирает, как играет Нанива, ну, в общем, суть та же. И решил немножко скопировать билд. Ну, скопировать билд просто так нельзя, то есть пойти на ладдер, начать сразу играть и всё идеально сделать. Это делается немножко не так, но поскольку я ленив, то я сразу пошёл на ладдер, и получилось скопировать у меня не особенно хорошо, в том плане, что билд получился не такой, естественно. Но какие-то моменты из него у меня есть. И посмотрим, как оно сработает против Зерка. Зерк сразу экспица, по-моему. Или это разведка? Нет, это всё-таки разведка. Ну, в принципе, экспица ему ещё рановато. Я ставлю гейт сначала, хронобусты на рабочих. Почти все у меня будут в этой партии. Да, и он всё-таки потом сразу же экспица. Я этого не видел, потому что я в разведку особенно не ходил поначалу. Гейт, 14-й газ. Обычный газ ставится 15-й, но... Я не знаю вообще, почему он ставится 15-й, потому что... Как бы это вообще принято, но 14-й поставить всегда можно. То есть ресурсов хватает. Даже при более стандартном билде. Ещё один пион, естественно, потому что суплайблок рядом. Гейт достраивается. Он приехал в разведку. Разведка такая обычно сразу же говорит о том, что нет никакого 6-пулы или чего-нибудь совсем уж раннего. Типперкор сразу после достроения гейта, естественно. То есть при 6-пуле в разведку ехать дроном, это тратить какое-то количество ресурсов, по сути. То есть не будет хватать на собак. Так что если он приехал, это мне как бы сразу же говорит, что 6-пула не будет, но я всё равно заказываю зелота. Потому что это, по сути, часть билда. Смысл в том, что 6-пул приходит примерно вот сейчас. Если он приходит. И поэтому, если он в этот момент придёт, то зелот мне очень поможет. Если он не придёт, а он не пришёл, то я просто зелота отменяю. Настраивается кипперкор. Я еду экспица. Делаю варпгейты. И делаю мазершип. Мазершип тоже помогает. От того, что может прийти чуть позже. И здесь я начинаю... В принципе, можно было попытаться застроиться здесь. Но рампа, мне кажется, достаточно широкой. И её, по-моему, не закрыть тремя зданиями. То есть пилоном и двумя более крупными зданиями. Так что... Я решил поставить вот такую примерно застройку. Между Нексусом и... Здесь у меня будет Фордж и Гейт. Между ними там остаётся проход в одного юнита. Да, здесь как-то... В общем, не знаю. Мне кажется, такая застройка достаточно логичной. Да, эти рабочие получаются под угрозой, как бы. Но при этом на мейн сразу пробежать ничего не может. Я ставлю Роботикс. Зерк мне поставил газ до этого. Но газ мне как бы особенно не нужен поначалу. То есть одного гейзера вначале вполне хватает. Потому что я в основном буду идти в зелотов. Зерк тем временем занимает третью экспу. И в плане технологии у него ничего нет. У него нет даже газа ещё. Что довольно странно. То есть, видимо, он увидел как-то, что я строю экспу. Или что-нибудь подобное, не знаю. Вроде бы он не видел этого. И поэтому решил занять третью. Нет, я здесь всё-таки пилоном ещё загородил. Я просто почему-то этого не запомнил. Ну то есть Гейт, Фордж и пилон здесь. Закрывают проход. Я строю призму. Я строю зелота, чтобы убить газ. И просто чтобы он у меня был. Я начинаю добывать ресурсы. Перевожу часть рабочих. Потому что, кстати, этого я в последнее время не делал. А зря. Потому что после 16 рабочих они начинают добывать немножко медленнее. По сути. Ну то есть как бы не в том смысле, что медленнее. А в смысле, что 24 рабочих на одной базе и 8 на другую. Это хуже, чем по 16 на 2. То есть медленнее добывается. Так что лучше сначала набрать до 16 на 2 базах. И потом уже по возможности и по желанию добавлять рабочих. Я добавляю еще 4 гейта. То есть у меня всего получается 6. Я потом, по-моему, еще один добавлю. Да. 7. У меня уже доделались варпгейты. В принципе, надо было это делать, наверное, раньше. Но раньше у меня не было наитресов. Заказываю первую атаку. И, по сути, мне сейчас надо заказать пару пилонов. Потому что у меня... Ну, еще нет суплай-блока. Но учитывая, что у меня 6 гейтов и я лечу призмой вперед, то мне понадобится много суплая. Тут пытаюсь пробежать собакой. Ее убил Мазершип. Или взял от... Не знаю. По-моему, Мазершип. Я раскладываю вот эти вот гейты. Я долетаю. И вижу, что у него есть 3 экспо. И он видит, по-моему, мою призму. Да? А, да. У него здесь просто на башне собаки. Окей. Я этого не знал, что у него на башне собаки. И поэтому удивился, когда он так подвел сюда Квину. Когда моя призма подлетела. Но призма долетает. Призма разворачивается. И я строю ровно 2 зелотов. Потому что суплай-блок. И начинаю отстраивать массово суплай. Ну, пиона, в смысле. Ну, и не массово, а 2. Но все равно это... Больше, чем 1, скажем так. У меня тем временем строится еще и иммортал. Который в этой партии не очень понадобится. И 2 зелота, как ни странно, достаточно эффективны. Они убили Квину. Они убили строящуюся Санку. И они убили нескольких рабочих. И тем временем я построил еще 4 зелотов. Ну, и у меня есть 7 гейтов, с которых я могу, по сути, нон-стопом делать зелотов. На эту призму. Что я, в общем-то, и делаю. То есть, третью базу ему спасти вряд ли получится. Он тут бежит с собаками. Он уже построил лейр. То есть, это ранний такой относительно лейр. Но у него нет никакой другой технологии. То есть, у него нет тараканов. У него нет, не знаю, бейлингов. Которые бы, может быть, помогли бы, кстати. Так что, это довольно непонятный билд у него. Вот он ставит, наконец, тараканник и спайр одновременно. То есть, он, по сути, выходил в быструю муту. Но проблема быстрой муты в том, что она не очень хорошо работает против ранних атак. А это, по сути, ранняя атака. Ну, если говорить о муте. То есть, 10 минут это, конечно, не очень ранняя атака. Но все равно. Тем временем, у меня на базе есть второй иммортал уже. В этот момент стоило бы вернуть призму и пригнать сюда этих имморталов на призме. И заранее, еще до этого, пригнать туда рабочего и построить пилон. Чтобы даварпуть на него. Но я этого не сделаю. Отправил имморталов просто так, пешком. Юниты идиоты пытаются проходить через любой проход между зданиями. Даже если там юниты на холоде другие. Что не очень хорошо работает, в общем-то. Тут у меня зелоты. Я почему-то сейчас посмотрел и удивился. Подумал, что их убили. Но, возможно, кстати, их и убили. В общем, я делаю еще зелотов. У него есть спайр. У него строятся первые три муты. У него есть немножко тараканов. Но проблема в том, что три таракана против десятка зелотов не очень хорошо, во-первых, работают. Во-вторых, у меня подходят два иммортала. Которые тараканов выносят вообще абсолютно как нефиг. Здесь я даже, по-моему, да и отступаю, чтобы дождаться этих имморталов и вместе с ними напасть. Тем временем на базе я построил несколько еще газов. Я строю совет, чтобы сделать ноги или чтобы сделать блинг, в зависимости от того, что мне понадобится. В данный момент я уже считал эту игру выигранной, но потом внезапно увидел муту. И если посмотреть на мою армию, то у меня есть зелота, которые не атакуют по воздуху, и имморталы, которые не атакуют по воздуху. Ну и на базе у меня еще есть мазершип, который тоже не атакует по воздуху. В принципе, вот это вот все должно убить его базу быстрее, чем три муты убьют это все или мою базу. Но он строит еще муту, у него есть еще тараканы всякие. У него есть вот эта вот база, которую я все-таки не добил. Мне надо было ее добить, оставить там трех зелотов, чтобы они просто добились сам хач. Ну и, в принципе, я здесь нападаю, муты уже довольно много. Я тем временем уже давно доделал первую атаку и делал первую броню. И, по сути, я надеялся, что вот этого вот мне хватит, чтобы убить всю, ну, большую часть его базы до того, как он убьет мои войска, но это получилось не так. Хотя я убил ему третью базу, я до этого еще убил ему вторую базу, то есть он сейчас на одной базе сидит. Я тем временем делаю немножко сталкеров, потому что мута. Но муты здесь достаточно много. Одиннадцать. В принципе, это не то, чтобы совсем много и мы все умрем, но все равно это достаточно большое количество. Я построил еще одну призму, я, по-моему, их построил несколько штук сразу. Спрятал здесь пилон. Тут меня перехватывают и Мортала. Призму я, по-моему, сейчас развернул назад. Я их заказал несколько штук, построилась пока что только одна. Но я думаю, вторая потом все-таки тоже построится. Я добавляю фотонку и пару пилонов, чтобы добавить еще фотонки, но мута-то уже летит. Сталкеры... Он мог бы их убить, но почему-то решил этого не делать. Здесь еще сталкеры. Семь гейтов это хорошо. Семь гейтов позволяют строить сталкеров помногу. Я, правда, очень криво это все контролю. Но все-таки... Мута мне, на удивление, мало рабов убила здесь. Ну, это здесь. Это пока, скажем так. То есть потери сейчас... Как они там были? Вот так вот. Два раба всего мне убили. Я убил зерку 37 рабов, что заметно круче. Тут пришел один таракан. Я строю еще войска. Мута возвращается. Я решаю выдвигаться, но это было довольно плохим решением, потому что мута все еще здесь. И она спокойно может убить эту одну фотонку. Чего она, опять же, не делает. Два стаукера с ней не справятся. Мне в этот момент стоило бы, наверное, снести этот пилон, потому что он мешает мне ходить по базе. А досуповая блока мне довольно-таки далеко. Он убивает уже больше рабочих. Еще 11. Ну, у меня есть экспо в данный момент, которая достаточно хорошо работает. Хотя на нее и приходят всякие тараканы. Я заказываю третью базу, но пока что только заказываю. Стоило это сделать раньше, наверное. Добавляю побольше фотонок. Потому что мута здесь много. Немного, в смысле. То есть здесь, ну, те же самые 11 мут, он ни одну не потерял. И он не может строить еще, потому что я ему снял спайр. Так что, если я сделаю здесь какую-то оборону, которую нельзя пробить 11 мутами, то он не сможет убивать мне там рабов. Он, правда, спокойно сможет убивать их здесь. И потери более-менее выравниваются. 28-37 в плане рабочих. Разница в том, что у него есть вот эта вот мута и, по сути, все. Еще две собаки где-то и все. А у меня есть 14 сталкеров и 5 зелотов и призма, которая здесь зачем-то... ладно. Я пытаюсь все-таки загнать его муту. Это я уже несколько мут убил. Сейчас, по-моему, еще несколько убью. Строю сталкеров по одному. Здесь достроились фотонки. Да, мута умирает. Частично. Частично остается, но она улетает куда-то в сторону. То есть у него уже осталось всего 6 мут. Но у меня довольно много рабочих убито. 33-37. Уже заметно ближе. Я выдвигаюсь, потому что эта база у меня защищена относительно. Это не очень, но... да ладно, это вообще не защищена. Но в данный момент у меня есть армия. У него армии нет. То есть она, возможно, есть у него где-то здесь. Я об этом не знаю, но базу мне он убить этими мутами не сможет точно за то время, пока я ему буду какой-то серьезный урон наносить. Добавлю немного сентрей. В принципе, нужно было добавлять больше. Я убиваю спайны строящиеся, убиваю хатчери строящиеся. Или не убиваю. Куча рабов. Форсфилды решают. Но вот здесь вот я потратил все свои форсфилды, и мне бы пригодились еще, чтобы отрезать этих рабов вот здесь, чтобы они не смогли убежать. Тем временем, кстати, мута спокойно убивает меня экспу. Потому что фотонки у меня только здесь. Я, по-моему, перевел большую часть рабов оттуда. Я здесь убил инфестейшн пид. Я уже в данный момент, я практически был уверен, что у него уже есть хайв и строятся какие-нибудь ультравы. Не знаю, возможно, я недооценил то, что я убил ему две базы. То есть я очень удивился, когда увидел здесь строящийся инфестейшн пид. Ну да ладно. Убиваю ему два эволюшна с апгрейдами, которые не успевают доделаться. По крайней мере один, насчет второго не уверен. Ну, я думаю, не успеет. Просто в игре я не обратил на это внимания вообще, что там какие-то апгрейды делались. Ну да, естественно, он не успеет. Он тем временем строит много собак и бежит в мою базу. Он здесь убил всех рабов, он здесь убил пару сталкеров. Но я убиваю ему Роуч Воррен, я сейчас убью ему Гидроден. И я сейчас убью ему пул, который он, правда, уже новый строит. И Роуч Воррен он тоже новый строит. И лэйр. Собаки, я это вижу в данный момент, но мне это не так уж страшно, потому что у меня есть здесь пять фотонок. С которыми вот это вот, скорее всего, не справится. То есть шанс какой-то есть очень небольшой, что они смогут убить эти фотонки, но, по-моему, это шанс небольшой. Они могут пробежать и убить всех рабов, успеть, до того, как они умрут от фотонок. Но у меня довольно много рессов, и база у меня останется, ресурсы здесь останутся, хотя их очень мало уже. В общем, я этого не так уж сильно боюсь. Здесь у меня добывается что-то. У него мейна уже нет. Главное, самое важное здесь, это то, что у него нет лэйра. А у меня здесь все еще это призма, хотя здесь эпилон. Убиваю ему эту базу. Я здесь еще сделал немножко зелотов, чтобы от собак помогли. Вот это вот мне надо было добить, но я, по-моему, отправил туда зелотов потом. Да, вот я выбрал зелотов, отправил их убивать эти два газа. Потому что это может мне помешать в итоге, если окажется такая ситуация, что он мне все-таки сможет чем-то убивать базу быстро. То есть, по сути, чтобы победить, если никто не сдается, нужно убить все здания. А газ вот этот считается за здание, которое нужно убить. То есть, если я пойду сразу сюда, здесь все убью, потом, например, у него здесь будет еще какая-то база, пойду сюда все убивать. В итоге, если он успеет мне убить базу, всю, и у него в этот момент останутся только вот эти два газа, до которых я не успею дойти, просто это будет довольно тупо и смешно. Так что я заранее отправляю зелотов добить эти два газа. К счастью, криптоуморы не считаются в эти здания. Тут он успел все-таки построить кучу спайнов, но куча стаутеров круче, чем четыре спайна. Я, кстати, не знаю, работает ли щит от спайнов. Вообще, по идее, должен, но я не знаю. Не уверен. Он возвращает какую-то часть своей армии, по-моему, даже всю, но у него здесь пять мут, у него здесь пять собак, здесь еще четыре собаки, то есть девять собак и пять мут против одиннадцати стаутеров и нескольких сентрей. Это, по-моему, даже не смешно. Хотя тут еще рабы помогают, но рабы, они вообще очень плохо убивают всяких боевых юнитов. Так что, по сути, я уже победил. И, по сути, я, наверное, уже победил, когда я убил ему вот эти вот две базы, когда я в первый раз пришел с зелотами. Но это, в основном, его вина, потому что он решил пойти в раннюю муту и не строить никакие войска. То есть, если бы он делал какие-нибудь каких-нибудь тараканов или там собак массовых или еще что-нибудь, то я, конечно, не могу сказать, что он бы победил. То есть, может быть, победил бы, может быть, я все равно бы победил. Но, по крайней мере, ему было бы намного проще отбиться вот от этого вот дропа с зелотами. То есть, если бы я сюда прилетел и увидел здесь там пять тараканов, я бы просто не стал разворачивать призму и увел бы ее назад. По крайней мере, до того момента, пока у меня появились бы эти два иммортала. Но, а так, здесь абсолютно незащищенная база с одной квиной, здесь тоже, здесь, по сути, тоже, потому что у него все еще ничего не было, когда я туда пришел. Там только появилась мута, когда я заходил на рамп. Ну, немножко тараканов и немножко собак. Но, по сути, такой вот билд с ранней экспой и с призмой для дропов рана, это работает довольно неплохо. По сути, по сути, опять же, это, естественно, довольно кривая копия того билда, о котором я говорю, билд игрока по имени Нанева. Я, наверное, даже оставлю в описании ссылку на видео Day9 по этому поводу. Потому что оно очень круто и интересно. Намного круче и интереснее, чем то, что делаю я. Ну и, по сути, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok